Итак, у нас обмётывание. Мы всё прошили и мы обмётываем. Средний шов спинки обмётываем в разутюжку, потому что у нас здесь будет миленькое. Делаем это вот таким образом. Обязательно отрезаем крючок, разворачиваемся. У оверлока есть лицевая и изнаночная сторона. Та, что сверху, это лицевая, та, что снизу строчка, это изнаночная. Мы должны обметать своё изделие так, чтобы на изнанке мы видели только лицевую сторону. Поэтому как попало обмётывать швы, нельзя. И сразу чистим. Здесь завязывать ничего не надо, потому что пойдёт осноровка. Убрали хвостики. Убрали хвостики. И получилась вот такая вот история. Посмотрите, на лифе в разутюжку боковые швы. И средний шов по спинке тоже идёт вот так в разутюжку. Здесь мы проклеили, как я вам и говорила, и не прошили, потому что тут будет кусочек молнии. Часто под застёжку молнии. А теперь я хочу вам показать, как я оформила юбочку. По юбочке у нас, на юбочке, вот он средний шов спинки. Он тоже у нас проклеен и обмётан в разутюжку. Вот таким образом. А в боковых швах у нас вот такие кармашки. Сейчас я вам их покажу, чтобы было видно. Это передняя часть нашей юбочки, поэтому вход в карман проклеен. А это вот задняя часть нашей юбочки. И выглядит это вот так. Так как у меня придуманы кармашки в боковых швах, то вот этот шовчик мне удобно оформлять в заутюжку. В заутюжку это значит два слоя ткани вместе. И лицевая сторона верлака, конечно, вот здесь. А вот здесь изнаночная сторона верлака. Значит, этот шовчик я обмётываю вот отсюда, снизу, вот сюда, сюда разворотики, вот такие вверх, да. А, соответственно, симметричный ему вот этот шов я буду обмётывать наоборот. Обязательно сверху вниз. Раз, два. И вот так вот. Я так обрабатываю кармашки. Всё. Субтитры сделал DimaTorzok